Привет всем! Как всегда, меня не столько волнует, не знаю, там, война или коронавирус, сколько как это все освещается в медиа, потому что это тоже своего рода война. И если вы соскучились по классическим схемам и приемам, то сегодня на фоне вот этой тотальной идиотии, которую мы наблюдаем, я вам хочу показать, ну как бы мазнуть легкими штрихами вот по той картине, которая предстала перед нашими глазами за последние несколько недель уже получается. Мне просто стало интересно, поскольку сейчас идет вся вот эта история про ящики в Сентрал парке в Нью-Йорке, закопанные трупы, братские могилы и так далее, и так далее, все то, что педалируется и в медиа и расползается по интернету, то мне стало интересно, а как вообще, соответственно, подается информация о коронавирусе в России там, за океаном. Ну и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это сделать, но вы должны понимать одну простую вещь. Если вы забьете в Google слова COVID или коронавирус, обитая Russia, то вы получите не репрезентативную выборку, то есть вы получите то, что выдает ru.net. А вам нужно посмотреть то, что выдает американский интернет. Для этого вам потребуется вот такая вот вещь. В ней есть настройки, это VPN, ну я поставил себе конкретно этот, вы можете выбрать какую-то другую программу. В настройках нужно указать ее, естественно, United States of America, запускаем VPN и вуаля, выборка получается совершенно иная, то есть это уже то, что видят перед собой среднестатистический житель Соединенных Штатов Америки. Таким образом, сейчас вам будет, ну, буквально несколько примеров, как о чем, о чем вот не пиши, о чем не говори, то есть кто о чем о вшивеобане, да, кто о чем о коммуниста Сталине, кто о чем зожник, не знаю там, о вегетарианстве и так далее, и тому подобное. Что бы в нашей стране не происходило, но всегда, всегда найдется место для стандартных мотивов. И сейчас мы увидим как. Один из первых сайтов, который попадается в топ-10, это Daily Beast. Там, естественно, про то, что коронавирус становится ужаснее и ужаснее в России. И смотрю-ка я на автора статьи. Я стал вспоминать, мне показалось очень знакомым и это лицо, и эта фамилия, и я вспомнил. Ну, конечно же, она была в моем выпуске про Pussy Riot и про ГУЛАГ. То есть там, где я говорил о том, что западные СМИ до сих пор используют слово ГУЛАГ, ну, они, может быть, используют его в переносном смысле, но тамошний потребитель, рядовой потребитель, он воспринимает его отнюдь не в переносном смысле, он воспринимает его вот реально как есть. Потому что хотите верьте, хотите нет, но девочки прошли через ужасы ГУЛАГа. И если вы думаете, что я оговорился, то нет. ГУЛАГа. Статья на ресурсе The Daily Beast. Надя Толоконникова в сибирском ГУЛАГе воспрошает заголовок. Статья написана нашей журналисткой Анной Немцовой. Анна вполне могла бы заменить слово ГУЛАГ на какое-нибудь другое, но дело в том, что ГУЛАГ уж очень подходит для западного читателя, потому что сразу же выстраивает понятную логическую цепочку. Кровавый Сталин, кандалы, мороз, обмороженные трупы и прочие ужасы. При этом Анну совершенно не смущает, что ГУЛАГа в России нет уже больше полувека. На своем аккаунте в Твиттере Анна заявляет о том, что она пишет репортажи о своей мазок-кантри Рашия. Уверен, что все они честные, неангажированные и наверняка среди них есть еще парочка про ГУЛАГ. Ну, во-первых, если мы пишем про ситуацию с коронавирусом в России, то куда же, конечно же, без нашего чеченского прекрасного товарища Кадырова. Он любимый герой многих репортажей всего, что касается Российской Федерации. Ну, а где Раша и Кадыров, там, естественно, диктейтор с кровавой диктаторой. Я вот все время забываю, что я живу, на самом деле, под пятой жесткой диктатуры. Мне об этом периодически напоминают западные средства массовой информации. Пройдемся по статье Анны Немцовой, чисто по визуалам и по каким-то линкам, которые она прилагает. Например, вот твит за авторством, как бы сказать, Анны Немцовой. Далее идет ссылка на еще один замечательный ресурс. Это твит Анны Немцовой. Затем, наконец-то, после двух твитов Анны Немцовой появляется что-то новое. Это третий твит Анны Немцовой. Понимая, что это немножко перебор, Анна решает сменить тактику, и, наконец, нас ждет четвертый твит Анны Немцовой. Но нужны ведь какие-то другие визуалы, поэтому в пятом твите мы, наконец, видим фамилию Анны Немцовой. Но слава богу, что в конце нас, наконец-таки, ждет нечто совершенно из иной области. Это твит Анны Немцовой. Нью-Йоркера. Одно из самых статусных, уважаемых изданий в мире. Статья тоже про то, что, ну вот почему же в России такие низкие показатели по заболевшим коронавирусом. Джошуа Яффа пишет данный текст. Совершенно неожиданный источник информации под названием Echo of Moscow. О чем же тут идет речь? Как я слышал, один political scientist. Я, честно говоря, даже не знаю, как это перевести. Политический ученый. Ну, может быть, вы мне подскажете. Может, есть какой-то специальный термин. Хрен знает. Я не в курсе. Дальнейшую фразу я переведу очень примерно. Признаюсь, возможно, у вас будет лучший перевод. Вы можете его написать. Я буду вам признателен. Ну, в общем, суть этого предложения заключается в том, что то, что политические некоторые политические режимы, которые, ну, я бы тут вот сказал, стремятся к агонии, то есть агонизируют, причем долго, совершенно не означает то, что они не могут воспользоваться создавшейся ситуацией себе во благо. Таким образом, мы имеем чудесные примеры замечательной журналистики, что какой-то научный политик, политический научный деятель, которого он слышал на радиостанции Эхо Москвы. Даже хрен знает, как зовут этого персонажа. Ну, вот он вот такую вот фразу выдает, потому что, ну, и коронавирус коронавирусом, а надо же как-то, опять-таки, подчеркнуть, что мы тут пребываем в состоянии total dictatorship, ну, под пятой жестокой диктатуры. И если мы посмотрим о том, что пишет газета New York Times, опять-таки, если набрать там в поиске COVID Russia, то, ну, вот возьмем, например, последнюю статью, то в комментах, ну, это конкретно самый популярный комментарий под этой статьей, естественно, авторитарные режимы и тут же, понятно, ссылка на Дональда Трампа. В общем, все мы это плавали, знаем. Кстати, вот эта новость с доктором Васильевой, которая везла маски, была арестована, получила широкую огласку во всем мире, она дала потом массу интервью. Тут вопрос не в том, как бы права, не права, опять-таки, наша власть, а в том, как это освещать, потому что, если есть подобные вещи, ее надо выдвигать на первый план. Ну, вот, как, например, экономист писал, что Путин стал invisible, ну, то есть, он испарился из медиапространства, он отстранился от дела. То, что он потом появился и более чем появился, сделал заявление, там, в больнице был, об этом экономист уже не стал писать. Ну, то есть, как бы, все как обычно. Наконец-то, соскучились о классической схеме русских хакеров, которые взламывают электронные адреса, распространяют ложь с помощью твитов и вообще используя соцсети. И это находило отражение даже уже в некоторых сериалах и кинолентах, и некоторые из них уже были у меня в обзорах, то вот вам свеженький пример. Итак, бизнес-инсайдер со ссылкой на АФП, Associated France Press, пишет о том, что США обвиняют Россию в распространении конспирологических вот этих всех теорий по поводу того, что коронавирус используется ЦРВ как биологическое оружие. После того, как United States обвинила Россию в этом страшном прегрешении, UK, United Kingdom, то есть, Великобритания организовала целый отдел по борьбе с ними. То есть, пока вы кушаете пельмени или что вы там делаете, в мире идет тотальная война между троллями России и Англии. Ну что ж, я жду появления сериалов о коронавирусе, о какой-нибудь очередной тотальной эпидемии. Я абсолютно уверен, что они появятся, причем я не удивлюсь, если они появятся не только там, но и у нас. Тема такая, достаточно хайповая, актуальная и так далее. И я не удивлюсь, если в сериалах, которые будут сняты за океаном, будет присутствовать тема очередная русских хакеров, которые распространяют ложь по всему миру с помощью специально нанятых троллей. И им противостоит армия троллей заокеанских. Кстати, я уже говорил о одном из выпусков, и эта новость была чуть ли не в 2015 году, что в Соединенных Штатах Америки была сформирована целая команда с несколькими подразделениями специально нанятых работников, которые должны были защищать имидж Соединенных Штатов Америки во всем мире на многих-многих языках. То есть они этого даже не скрывают, и как бы, ну, что позволено там, то не позволено здесь, например. На этом все. Хочу сказать, что вас ждет еще пару выпусков «Россия. Чужой взгляд». Я тут посмотрел, пересмотрел четвертый раз фильм «Чужие» в варианте «Директор Скат». То есть режиссерская версия. Послезился, потом полез изучать историю этой киноленты. И меня накрыло, когда я почитал биографию моей любимой Сигурни Уивер. И по этой теме я вот сделал целый выпуск о своих самых жестоких разочарованиях в американских актерах, певцах, артистах и так далее. Это вас ждет в следующий раз. А пока что можете оставлять комментарии, не болейте, и это пройдет, как говорится, в интернетах. Субтитры создавал DimaTorzok